В прошлом видео я рассказала, где я находила ЖМЖ, как это всё было организовано. В этом видео я хочу рассказать, где и как я находила девочек для себя, для ЖЖ формата отношений. С некоторыми из них у меня были потом ещё и ЖМЖ дополнительно, с некоторыми из них были только лезбики. И самая первая девочка была чистой лесбиянкой, и я снимала о ней видео. Под видео в описании я оставлю ссылки на все видео, про которые у меня уже сняты ролики, ну то есть на те отношения, на которые я и снимала ролики. И вот про неё я подробно рассказывала. Это была такая достаточно трагичная история. И я с ней познакомилась в общежитии. В общежитии на кухне она только поступила учиться, сдавала выпускные экзамены, я уже там училась. И вот мы с ней встретились, наши взгляды встретились, и мы как-то вот... Я бы даже сказала, что вот как только наши глаза встретились, я уже сразу по глазам всё поняла. Потому что это был не тот взгляд, которым обычно смотрят просто девушки, не заинтересованные. Здесь был взгляд слишком долгий, слишком изучающий и слишком такой открытый, откровенный. И потом дальше, когда мы с ней продолжали встречаться в коридоре, этот взгляд, он продолжал быть таким же, таким же необычным, таким же слишком открытым и долгим. Поэтому там всё было быстро понятно. И вот у меня с ней были отношения в течение практически четырёх месяцев. Следующие девушки... Я сейчас расскажу про тех девушек, с которыми у меня такие более-менее какие-то длительные взаимодействия были. Потому что были какие-то мимолетные истории, когда это там, ну, встретились, познакомились, там что-то один-два раза потусили и разошлись. Дальше у меня была девушка, ну, которая из ЖМЖ нашего первого. Мы с ней потом продолжали встречаться в формате ЖЖ ещё несколько лет. Уже без её парня. Дальше у меня была девушка, с которой меня познакомил сам же парень, с которым у меня был первый ЖМЖ. Вот он меня с ней познакомил. Но мы с ней встретились несколько раз. Ну, это была такая достаточно запоминающаяся история, но она не была очень длительная. И вот он познакомил, он меня с ней именно для ЖМЖ. То есть они как пара искали ЖМЖ. Он пригласил меня прямо в ресторан, где они все сидели втроём. Он и эта пара, ну, просто они дружили. Я туда приехала. И я сначала думала, что вообще тут будет ЖМЖ. Но потом эта девочка встречалась со мной только в формате ЖЖ. И она как-то даже скрывала меня от своего мужчины. В общем, я так и не поняла. И этот парень потом очень удивился. Потому что он же тоже знакомил меня для ЖМЖ с ними. И он очень удивился. Говорит, да, так у вас ЖМЖ так и не было, да? Ой, ты только с ней один на один встречалась? Хм, странно. В общем, его так это озадачила история. Вот такая вот у меня была ещё история с ЖЖ. Дальше у меня ещё была такая девочка длительная. Я была безумно в неё влюблена. У меня был знакомый мужчина. И он знал, что я би. Я ему постоянно какие-то свои истории рассказывала из своих приключений. Мы там с ним виделись. У нас с ним никогда ничего не было, кроме общения. Но он очень любил слушать мои истории. Мы тут катаемся в машине. Он постоянно что-то меня слушает. И вот однажды он мне говорит, «О, слушай, поехали к этому моему знакомому заедем?» Он говорит, «Ну, ладно, поехали». Мы приезжаем, и там сидит эта девушка и её мужчина. Я вот только зашла, я её увидела, и всё. Я просто обомлела, я не могла весь вечер отвести от неё взгляд. Этот мужчина, который меня туда привёз, он всё понял по моему взгляду на неё и уехал. И я осталась с ними втроём. У нас был сначала ЖМЖ, а дальше мы с ней уже подружились, и мы в течение нескольких лет дружили очень тесно. У нас были... Она потом от этого мужчины ушла, и у нас с ней были ещё ЖМЖ с какими-то другими мужчинами. Много разных ЖМЖ. И мы с ней очень долго дружили. Это была такая прям влюблённость. Но в итоге у нас с ней очень испортились отношения. У неё оказался такой очень противный характер. Я в ней, ну, можно сказать, в каком-то смысле разочаровалась. И даже так получилось, что именно я прекратила общение, несмотря на всю мою какую-то вот такую безумную влюблённость. И примерно где-то год или полтора назад я её совершенно случайно встретила недалеко от вокзала. Она шла. Я шла навстречу. Она в это время разговаривала по телефону. Я остановилась. Я думала как-то с ней поговорить, потому что мы уже очень-очень много лет не виделись. Вообще не виделись. Я не знала, что и как у неё происходит. Она мне сделала знак. Ну, типа, подожди, сейчас я закончу, разговариваю по телефону. Она поговорила-поговорила, закончила. И я такая приблизилась к ней после того, как она закончила. Она такая смотрит на меня. Ну, нам не о чем разговаривать. И ушла. Я думаю, ну ладно. Ну, то есть я так понимаю, что она, наверное, обиделась. Ну, то есть я на неё уже на сегодняшний день не обижаюсь за то, как разрулились наши отношения, за то, что вот тогда так произошло. А она, судя по всему, на сегодняшний день на меня обижается, раз она не захотела даже просто поговорить и знать, как дела. Ну, чисто из любопытства даже, правда? Было бы любопытно. Ну и всё, она ушла. И ещё про одну историю с девушкой я рассказывала в видео. В описании тоже будет. Где была прям очень сильная страсть. Там не была, наверное, влюблённость. Влюблённость у меня вот здесь была, то, что я рассказала. А там была прям вот такая вот именно бешеная страсть. Это были знакомые. То есть знакомые познакомили. И там мы случайно с ней встретились. И случайно между нами всё это вспыхнуло. Ещё с одной девушкой, про которую я тоже снимала видео. У нас были очень длительные отношения. В течение, там, не помню, по-моему, практически 4 года это длилось. Я снимала это видео. Это было во втором браке. И она была моей любовницей. Я была её любовницей. И мы познакомились на сайте знакомств, как ни странно. Кстати, на сайте знакомств я ещё несколько раз знакомилась с девушками для ЖЖ, для моих отношений с ними. Ещё у меня с сайта знакомств было несколько встреч с лесбиянками. Но с ними у меня ничего не получилось. Мы просто встретились, пообщались, поговорили. А потом они как-то странно начали себя вести. Какие-то странные претензии начали мне выдвигать. В общем, я поняла, что всё-таки с лесбиянками не получаются такие отношения, как у двух бисексуалок. Лесбиянки хотят всё-таки каких-то страстей, именно вовлечённых чувств, чтобы это было по-серьёзному. Чтобы это не была не дружба с сексом, как между бишками. Но даже если там есть влюблённость и стресс, это всё равно дружба с сексом. То лесбии хотят серьёзных отношений. И с ними невозможно нормально как-то взаимодействовать. Вот такими способами я обычно ознакомилась с девочками. Очень много было каких-то знакомств ещё, когда вот просто знакомые знакомили. Знакомые знают, что я би. У них там какая-то тоже девушка, которая тоже интересуется что-то там. Её эта тема как-то она или хочет попробовать первый раз. У меня было много девушек, которые пробовали первый раз. У меня не было ни одного мужчины-девственника. Но у меня было куча девочек, которые пробовали, ну типа девственные, в плане лесбийской любви вот этой. И они меня знакомили. И у нас что-то с ними происходило. То есть иногда чуть длительнее, иногда покороче. Ну чаще покороче всё-таки. То есть вот самые длительные мои какие-то истории, либо пусть даже не длительные, но такие очень эмоциональные, какие-то такие выделившиеся чем-то, я в принципе перечислила. И вот ещё одна такая самая важная история у меня. Я как-то познакомилась через знакомых, опять же. То есть они знали, что я ищу девушку Би. И они знали, что у них есть знакомая Би. Она на пару лет младше меня была. И они нас или. И мы с ней до сих пор дружим, но уже без секса. То есть у нас с ней, вот мы когда познакомились, у нас с ней несколько раз был секс. У нас было несколько GMG с разными мужчинами там. Ну там в течение нескольких лет, да, когда мужчины менялись, а мы с ними друг у друга оставались. И потом это всё переросло просто в дружбу. Ну, закончились все наши приключения тем, что она начала встречаться со своим будущим мужем, вышла замуж. Я тоже начала встречаться со своим будущим мужем. Ну и как-то уже нам было не до GMG, не до ЖЖ. И наши отношения перетекли вот в такое вот прям очень дружеское русло. И мы стали прям как родственницы. Меня очень часто спрашивают, а как же, почему вы до сих пор не занимаетесь с ней сексом? Ну, почему бы и нет? Ну, во-первых, мы действительно вот слишком друзья стали с ней. Во-вторых, тот секс, который у нас был, мы не так уж сильно друг к другу по темпераменту подходим. Вот дружить у нас классно получается. А сказать, что мы прям сильно по сексу друг к другу подошли, то есть мы вот попробовали несколько раз, ну было прикольно. Но на этом как-то всё завершилось. И любопытство пробовать дальше, оно не продолжилось. Если там с какими-то другими девушками у меня иногда было что-то в течение нескольких лет, какой-то смысл был продолжать, то здесь мы настолько сильно, и плюс, наверное, мы настолько сильно подружились, что вот такие прям родные стали, что это действительно уже практически как с родственником, уже не до секса. Вот такие вот мы до сих пор с ней дружим. Это моя самая длительная подруга из всех, с которыми я познакомилась уже после окончания школы. Потому что все остальные подруги, с которыми я знакомилась после окончания школы, они куда-то испарялись. Вот там два, три, четыре года, и всё, и до свидания, и дружба заканчивалась. А вот эта дружба длилась очень долго и длится до сих пор. Вот так вот. Через ЖЖ, через Лесбик нашлась лучшая подруга. Вот так вот тоже бывает. Пишите в комментариях, понравилось ли вам видео. Не забывайте смотреть по ссылкам под видео все остальные мои видео про мои лесбики. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылка под видео в описании. Я вас всех целую. Ставьте мне лайки. Пока-пока.